Я сейчас для видео повторю вопрос. Люди задают вопрос такой, что если у вас такой всемогущий Бог, что он всех любит, почему человек, который никогда не делает никому зла, что он всегда был хорошим, и все считали его хорошим, почему он не просто даже там лёг и умер, а вот он страдает, и он мучается, и почему, за что он такое наказание несёт? И тяжело на этот вопрос ответить, есть ли какой-то вариант? Ну, можно я быстренько скажу, чтобы пока не потерял. Мысль, знаете, Иисус чётко сказал своим ученикам, что они прославят Его смертью даже. И поэтому Слово Божие говорит, что за имя Моё вы не только будете радоваться, но вы даже пострадаете. Вы знаете, дело в том, что мы не понимаем вот этой части, что в этом тоже и есть слава Божья. Знаете, когда меня избили за Евангелие, а меня научили, что во имя Иисуса Христа только изгонять и только чудеса Твои. Но когда мне врезали во имя Иисуса Христа, я задал Господу вопрос. Говорю, Господь, где были ангелы прорыва? Где был ангел, который должен меня защищать? Написано, волос головы моей без ведомства не упадёт. Знаете, мне так нравится Иисус, Он всегда говорит правду. Знаете, вот понимаете, Он говорит, Он говорит, сынок, ты уже вошёл в новый сезон славы моей. Когда вы только хотите радоваться в Боге, вы не будете никогда в полноте ходить Его славы. Смотрите, что такое полнота славы Божьей? Когда мы за имя Его не только радуемся, но даже начинаем страдать и радуемся. Понимаете? Аминь? Понимаете? Или не понимаете? Знаете, что написано в Слове Божьем, что тот, кто соединяется с Христом, тот есть одно. Но, вы знаете, что Слово Божье говорит, что Он был, Он был без греха, но Он перенёс все страдания на себе. Принял, да, как бы. И вот эта часть в нашей жизни многие отрицают. Они говорят, если ты верующий, ты не должен болеть. У тебя не должно быть никаких проблем с финансами. То есть, и появилась новая теория, называется теория процветания. Слышали такое, да? Но вы знаете, что Слово Божье, оно аннулирует эту доктрину. Но, потому что многие, они не получат на земле. Потому что Бог им предусмотрел нечто лучшее на небе. И даже если человек страдает, например, там, болезни, в чём-то, мы знаем одно, что Бог его не оставил. Аминь. Понимаете, да? Да. Знаете, и я страдал, когда ночью я лежал, у меня так болела рука, потому что мне её порезали ножом. Девять раз меня ударили ножом. Ни одной раны проникновенной нету. Бог так сделал, что у меня было девять синяков на теле. Бог показал, что всё. Это было девять сильнейших ударов. Человек, который наносил удар, он был просто в два раза больше меня. Когда я схватил рукой за лезвие, знаете, я фильмы смотрел, как хватаются иногда за лезвие. Я вырвал у него нож, он за ручку держал, а я за лезвие. И я вырвал у него этот нож, порезав себе руку. Только руку порезал, облезвивая. Знаете, и у меня так болела рука. И я сказал, Господь, почему у меня так болит рука? И Господь мне так сказал, что не просили ли вы быть частью моих страданий тоже? Знаете? У тебя одна рука, а у меня две руки было. И две ноги были пробиты. Да? И тогда я обрадовался тому, что Бог поделился со мной страданием своим. Просто мы тоже должны этому учиться. Проблема в том, что мы все страдания считаем это дьяволом. Это неверная доктрина. Это называется теория гуманизма, толерантности и безответственности в Боге. Поэтому люди, которые болеют, считают себя нелюбимыми. Или люди, у которых финансовые проблемы, они тоже нелюбимые. Написано, от прибытков не зависит это. Есть люди, которые думают, что богатство служит, благочестие служит для прибытка. Нет. Это ложная доктрина в этом плане. Поэтому написано в Слове Божьем, что те, кто пострадает за имя Моё, велика награда ваша. Помните, когда шли ученики из Беля, они радовались, что пострадали за Христа. Как редко сегодня найдешь людей, которые хотят за это порадоваться, за Евангелие. А Иисус говорит, что велика награда. Понимаешь? Вот представь себе, ты за перья радуешься. А вот тебя за Евангелие, если обидели, еще больше радуйся. Аминь. Ну, понимаете, вот это аминь не многие понимают. Они говорят, ну как так, это же вообще не по Писанию. Как не по Писанию? Все по Писанию. Иисус иногда допускает. Но это, знаете, это называется уже, ну как на другой сезон, это называется уже полнота, наверное, в Боге. Вот так, потому что ученики тоже пострадали все. И мы же не можем сказать, что они несчастные. Наоборот, они были счастливы. Петр, золотые слова, он говорит, я не достоин, как мой Господь. Его распяли вниз головой. Это просто удивительно. Он мечтал прославить Бога. И Бог позволил, дал ему эту благодать сделать это. Не на словах. Так ли? Поэтому нам надо дальше смотреть. Просто они люди неверующие, они вот как это? Неверующих людей по поводу общения с неверующими людьми у нас есть в церкви. И такое понимание, что неверующий тот сначала покаяться, чтобы до него дошло, что мы до него пытаемся донести. На самом деле, я думаю, что, во-первых, Писание говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как в Духе Святом. Во-вторых, среди тех, кто пришел к Иисусу на ученичество, не было ни одного праведника. Это все были грешники. И все, кого Иисус посещал, они были грешники. Только проблема в том, что Государство сейчас говорил, да, по поводу стыда и вины. Они понимали, что они грешники, они чувствовали вину за это. Это нормально. Бог хочет, чтобы мы чувствовали, что мы виноваты. Потому что если мы не почувствуем, что мы виноваты, мы не захотим ничего менять. Но Он не хотел, чтобы они стыдились. Поэтому Он позволил начать меняться. Он позволил им быть соучастниками. И много людей, которые говорят, что ну вот такой Бог, вот тот пример, который был приведен. Значит, Бог меня не любит, значит, я там не такой или не сякой. На самом деле, Бог хочет, чтобы мы приходили с чувством вины к Нему. Это называется покаяние. Но не с целью, чтобы поставить Его в курс дела, что ну ты же знаешь, что я виноват. А с целью, как Анатолий сейчас говорил, принести Ему этот грех. Отдать Его. Потому что Он говорит, я все ваши проклятия, все ваши болезни взял на крест. Я об этом многократно уже проповедовал. Да, мы виноваты. И ничего не может нам эту вину исправить. Вот нет ничего, что могло бы исправить эту вину. Мы до конца дней своих вообще не будем оправданы. Никаким способом. Есть только один способ оправдать нас. Это кровь Иисуса, который нас омывает. Другого ничего нет. Нет такого способа. Мы так нагрешили перед Богом, что мы там достойно расстрелок, причем каждый день замы. А Иисус говорит, нет, вот моих крови достаточно, чтобы это все омывать. И вот в этот момент, когда мы это понимаем, тогда стыд уходит. А люди вот такие вещи говорят, что типа вот Бог не помогает, потому что они стыдятся. Они все еще не понимают, что их вина может быть смыта. И то, что человек, который сегодня уходит в мир иной, может уйти в мир иной и остаться там, в этом миру ином, вместе со Христом. А может в озеро Огнен. Это зависит от его решения сейчас. И это решение он должен принять только в том случае, если он действительно ищет Бога. А не ищет, как удовлетворить свой стыд. Нужно помочь ему найти Бога. А это можно сделать только одним способом, своим собственным свидетельством. Ну, вообще, если вы неверующий человек, и вы смотрите, что он не способен сейчас понимать эти вещи, лучше вообще ничего не говорить, как бы. Понимаете? Дело в том, что у Бога есть разные пути. Даже через проблемы люди приходят к Богу. Через вот такие проблемы. И в последнюю минуту своей жизни, как у меня муж уходил, просил, Боженька, возьми меня к себе. Да. А всегда говорил, я не грешный. Однажды ночью мне Господь сказал идти проповедовать в одну семью. В двенадцатом ночи. Я говорю, Господи, в двенадцатом ночи я спать должен. Бог говорит, иди, проповедуй Евангелие. Я говорю, в двенадцатом ночи, Господи. Я же в американском колледже учусь. У нас есть такое понятие, как планирование. По плану я должен спать. И тем, что плана нету разве? А у Бога, знаете, нет плана. Дух дышит где хочет. Приходит, когда хочет, уходит, когда хочет. Я иду такой, Господь, как-то, ну ладно, иду. Знаете, прихожу в один дом. Вы поймаете, только Бог знает, что он умрет. Он же не доживет до утра. Есть наш план, а есть Божий план. А он послужит по своему плану. Я прихожу, и мужчина мучается. Стонет. И слышу вот его слова. Он говорит, Господи, сколько я еще буду мучиться. Забери меня. Я хочу умереть. Почему я умереть не могу? Вот такие слова говорит, знаете. А он такой прям, ну вот реально мучился уже два года в постели. И я захожу такой. А он не хотел Иисуса прийти. Очень был жесткий. Я захожу, говорю. А ты знаешь, что эти мучения не прекратятся? Ты будешь вечно так мучиться. Хуже еще будет там. И он говорит, да? Я говорю, да. Вот ты говоришь, умереть хочешь. А ты думаешь, вот ты умрешь, лучше будет там? Вот если ты без Иисуса умрешь, еще хуже будет вечно так. Вот так будет вечно. И я дверь закрываю и пошел. Он кричит, подожди, Иисуса хочу принять. Понимаете? Принимает Иисуса. Бог не давал ему умереть до тех пор, пока Иисуса не принял. Как только он принял Иисуса, он с таким умилением умирает, понимаете, на руках прям. И я понял, что для Бога вечность, конечно же, ценнее, чем временная вот эта вот промежуток жизни. И я понял, почему надо слушаться Господа. 12 ночи или в час. Потому что это важнее, чем все планирование твоей жизни. Потому что эта душа спаслась. И за то, что ты послушался, пошел, человек спасение получил в этом платье. Понимаете? Поэтому нам всем нужно водительство Духа. Написано, суть, водимый Духом Божиим, это сыны Божьи. Поэтому не верьте, когда люди говорят, вот надо вот так, вот так. У Бога иногда не будет вот так, вот так. Это будет просто, как он хочет, так и будет, понимаешь? Ну, меня ругают за это. Они говорят, ну, мы же, говорит, сыны света, мы не сыны тьмы. Кто же 12 ночи ходит проповедовать? Это только сыны дьявола ходят ночью проповедовать. Я говорю, слушайте, ну, душа-то спаслась. Вот утром бы он уже все. Вот если бы вы утром пошли, он бы в аду уже был. А я ночью пошел. В чем вы меня обвиняете? И часто так бывает. Однажды сплю, но ночью опять Господь будет. Иди встань, выйди на дорогу. Я говорю, какую дорогу, Господи? Я нормально сплю. Если помолиться надо, помолюсь. Ну, зачем куда-то идти? Иди. Пошел. Выхожу. Смотрю, мужик кричит в небо. Аллаха молится. Аллаху кричит. Спасибо, помоги. Машина не жидит. А у него жена рожает. Такси нет. А там мы в селе живем там. Деревня такая, что это сейчас там хорошо стало, когда мы 20 лет молились там. Я подхожу, говорю, что случилось? Ну, жена рожает, говорит, а воду уже отходит. Мы не можем, говорит, до больницы доехать. Я говорю, все, Бог уже ответил, поехали. Я их машину свою и быстро их в больницу. А он-то Аллаха благодарит. Я говорю, знаешь, а что-то, мол, дожка не пришел сюда. Пришел верующий в Иисуса. Ответы все приходят от живого только Бога. Родился у него мальчик, знаете. Я бы проповедовал в машине. Все было хорошо. И он через там 2 или 3 недели, я уже точно не помню, приходит в церковь и начинает свидетельствовать, как Бог работает в его жизни. Люди даже еще не знают Бога, а Бог работает в их жизни. Поэтому мы-то знаем, они не знают, а мы-то знаем, кто Бог. Поэтому написано в Своем Божьем, что Сын Человеческий придет, не найдет ли веру. Бог-то помогает. Но Иисус имеет в виду, есть вера в спасение. Надо Его как Спасителя принять, не как Обеспечителя или как временную помощь. А вечную помощь надо получить. Поэтому по-разному бывает, дорогие мои. Всем нам нужно Его водительство. Мудрость Христа помогает нам в любой ситуации принимать правильные решения. Но если вы будете жить шаблонами, почему Слово Божие говорит, буква убивает, Дух животворит. То есть что такое буква? Это быть законником. Приехал в Латвию. Ну, город же не знает, туалет я захотел. Ну естественно, где нам должно быть? В доме Отца. Я увидел крест, вижу церковь. Бегу туда. Выходит священник. Куда-то? Я говорю, так, вы говорите, извините, я христианин. Можно я воспользуюсь вашим туалетом? Говорит, не положено. Я говорю, слушайте, как не положено? Я говорю, это туалет только для наших верующих. Я говорю, понимаете, я не с этого города. Я заблужусь. Просто за это время я не успею. У меня сейчас ситуация такая очень необходима. Нет и все. Вот это и есть буква закона. Все. Не важно, хоть тут обделайся, но не впущу тебя. То есть это люди, у которых нет гибкости к любви вообще. Вообще людей нет. Да. Не верено. Это священник, это пастор. Вот такая квадратная ерунда. Он говорит, я пастор. Я говорю, я тоже пастор. Можно осветить ваше несвятое место. Ну, в конце концов, я странник. У вас вообще есть понятие страноприимствия? Я с Хабаровска. Вы поймите, у вас сейчас головой нормально все? С Хабаровска прилетел, терпел, чтобы осветить вас тут. Он не захотел освящаться. Он меня выгнал. Вы знаете? Вот это и есть. Это и есть практическая, практическая Божья репетиция. И многие экзамен не сдадут. Я уверен, что именно по этой причине многие не войдут в Царство Божие. Поэтому Слово Божие говорит. Я был наг, вы не одели меня. Я был голоден, вы не накормили меня. Я в темнице был, вы не посетили меня. Тогда скажут праведники. Когда? Да. Если бы это был Бенихин, если бы это был Йонкичо, но это был какой-то с Хабаровска. Хотел наш туалет осветить. Ну, пример. Вот это страшно. Страшно быть именно буквоедом. Вот таким, понимаете? Законник. Нужна гибкость. Нам всем нужна гибкость. Потому что Слово Божие говорит, что служение Духа Святого, это какое служение? Это служение оправдания. Это увидеть человека, не какой он сейчас, а в будущем. Понимаете? Когда Иисус видел Петра в будущем, он не смотрел уже, какой Петр сейчас. Поэтому он сказал, когда ты утвердишься, ты и братьев утвердишь. И ты, как камень, и врата ада не одолеет эту церковь. Аминь. Все, что надо было Иисусу, видеть тебя в будущем. Видеть тебя, как папа тебя видит. Конечно, младенцы, не всегда они такие красивые. Они бывают и могут неожиданность какую принести в твою жизнь. Но ты знаешь, кем они будут потом. Аминь. Слава Богу! Он будет благословить нас.